Добрый день, друзья! Меня зовут Галина Турецкая, психолог, кандидат наук, эксперт по психологии стройности. Продолжаем серию видео о лишнем весе и сегодня снова заглянем глубже, настолько глубоко до самого кишечника. У кишечника тоже есть мозг. Он бывает в разном настроении. О его плохом настроении вы можете догадаться, когда он бунтует, испускает, например, газы или понос. Это когда верхний мозг, голова, сам чем-то напуган и пугает младшего брата. И тот быстренько приостанавливает все процессы пищеварения и эвакуирует все содержимое кишечника, чтобы на всякий случай быть наготове. То есть быстренько выводит недопереваренную пищу в унитаз. И с нами случается медвежья болезнь, например, перед ответственным публичным выступлением. Кишечники нервных клеток и окончаний не меньше, чем в головном мозге. И кишечный мозг – это не филиал фирмы с генеральным директором в голове. Он может существовать совершенно автономно, даже в коме, а начинает развиваться гораздо раньше, чем головной мозг. Ведь малыш познает мир через еду, и уже потом развиваются другие органы чувств. И само мышление тоже развивается уже позже, а начинается все с еды, с пищеварения и с кишечника. И это огромная причина того, почему мы набираем вес. Хотя наш гендиректор все знает про правильное питание и про пользу фитнеса. Об этом другие мои видео. А сегодня про связь между верхним мозгом и нижним мозгом, который находится в кишечнике. Чтобы убедиться, что эта связь есть, не нужны научные исследования. Когда нам голодно, у нас портится настроение. Снижается концентрация, работоспособность. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, потому что насытый желудок однозначно радостнее. И не только мужчинам. А от любви у некоторых в животе даже заводятся бабочки. Ученые давно изучают эту взаимосвязь. Но открыто опубликовали свои работы всего несколько лет назад. При введении людям особого коктейля кишечных микроорганизмов происходили изменения в головном мозге. В работе разных зон мозга. И прежде всего изменения в зоне эмоций. Например, при синдроме раздраженного кишечника пациенты жалуются не только на дискомфорт, вздутие, на поносы запора, ком в горле, либо трудности глотания. Но и на плохое настроение, на приступы страха или даже депрессию. А врачи отправляют их в освояси, потому что никаких органических нарушений медицинская аппаратура обнаружить не может. О страхе и депрессии гастроэнтеролог к делу не пришлет. Скорее всего, дело в стрессе, который совместно обсуждают головной и кишечный мозг. Это их любимая тема. Пофантазируем, как могла бы происходить эта беседа. Если мозг головной ощущает проблему, например, раздражение, много задач навалилось, все нужно успеть выполнить, то мозг обращается к кишечному мозгу за энергией, которая ему необходима, чтобы все эти задачи успеть сделать. Энергии больше всего в кишечнике. А вы как думали? Процесс пищеварения идет постоянно. Съеденный кусок торта перерабатывается от 8 часов до 3 суток. А вы за это время еще много раз подкинули работу к кишечнику. Но если большой брат просит об энергии, кишечник принимает решение сократить энерготраты на пищеварение. То есть выделять поменьше желудочных соков, слизи, уменьшить кровоток. Это можно сделать раз, можно сделать два. Но если головной мозг постоянно в стрессе, то система кишечника изнашивается. На таком обедненном режиме просто невозможно долго существовать. И в один непрекрасный момент уже кишечник начинает сигналить, что он в стрессе. Как это проявляется? Усталость, вялость, сниженный аппетит, понос, снижение иммунитета. Ведь 80% иммунитета живет в кишечнике. Но если ему не до иммунитета, тогда кишечная микрофлора уже не может сражаться с возбудителями болезней. Причем с каждым эпизодом стресса в кишечнике сокращаются хорошие бактерии и размножаются плохие. Кишечник – это ведь перекресток, на котором сошлись психология и тело. Вы это уже, наверное, поняли. Большинству людей в стрессе хочется подбодрить себя вкусненьким. Обычно сладеньким и жирненьким. Грибки и другие вредные бактерии в кишечнике празднуют победу. Ведь им для размножения нужна кислая среда, которая и формируется в организме от сладкого, жирного, от колбасы, от тортиков. Алкоголь – это тоже рассадник плохих микроорганизмов. Если эти продукты регулярно попадают в кишечник, то вредные бактерии наглеют и начинают сами требовать любимой еды. Они выделяют подобные гормонам вещества, которые сообщают головному мозгу. Все плохо, мозг тревожится, настроение портится и поехали по новому кругу за шоколадкой. Не знаю, как вам, но мне очень обидно знать, что когда моя рука тянется к шоколадке, то мной управляет какая-то бактерия. Больше о том, как психологическими методами преодолеть стресс и улучшить здоровье в следующих видео. Если вам было полезно то, что вы услышали, увидели, пожалуйста, ставьте лайк. И я буду знать, что эти темы про тело тоже вам интересны. Подписывайтесь на мои страницы в соцсетях. С вами была Галина Турецкая, психолог, эксперт по психологии стройности. С вами была Галина Турецкая, психолог.